В качестве посетителя в многофункциональный центр для бизнеса пришел вице-губернатор Евгений Люлин. Он запросил сведения из реестра дисквалифицированных лиц, которые ведет Нижегородская налоговая служба. Эту информацию запрашивают предприниматели, которые хотят быть уверены в своих партнерах. Все оказалось просто и быстро. Об удобствах и эффективности услуг, которые предоставляются в МФЦ, говорят и предприниматели. Им есть чем сравнивать. Очень удобно. Всю информацию можно получить в одном месте, как и справки, так и документы, какую-то консультацию юридическую по каким-то вопросам, которые не знаете. Очень помогает, уменьшает затраты времени рабочего. По сравнению с тем, что было, допустим, 5 или 10 лет назад, это, конечно, шаг огромный. Потому что я прекрасно помню те времена, когда для того, чтобы, например, зарегистрировать недвижимость, нужно было сходить в 4 или в 5 мест, собрать справки, собрать потом все воедино и прийти в окончательное окно. Это занимало, не знаю, дни, может быть, даже недели. Вот сейчас там возможность получить все эти услуги в одном окне, она просто бесценна. За год работы МФЦ нижегородским предпринимателям было оказано около 20 тысяч услуг. Здесь и помощь в открытии своего дела, лицензирование, предоставление в аренду земельных участков, поиск квалифицированных работников и многое другое. Причем перечень услуг с момента открытия центра уже стал больше. 70 штук на тот период, мы их ввели сразу на первый этаж и начали оказывать. За год их количество на инклатуре услуг увеличилось до 94 услуг. Это как раз услуги, связанные с предпринимательской деятельностью. МФЦ для бизнеса постоянно совершенствует свою работу. Тут центр стал участником проекта «Эффективные губернии» при поддержке госкорпорации «Росатом». Здесь внедряются бережливые технологии, которые помогают оптимизировать процессы деятельности, повышать качество и сокращать сроки оказания услуг. Здесь формируется хорошая среда реальной поддержки бизнеса. Потому что, еще раз скажу, больше всего бизнес боится работать в кабинетах, с чиновниками, с организациями, структурами. И вот система одного окна, которая здесь сегодня в реальности работает, конечно, освобождает от огромного количества проблем. По поручению губернатора Глеба Никитина, лично побывавшего здесь, значительно расширилось поле деятельности. Помимо приема клиентов, работает учебный класс для сотрудников и посетителей, колл-центр, конференц-зал для проведения деловых мероприятий, а также каворинг-зона. Сергей Щеплягин, Виталий Кудрявцев. Время новостей.